При колоноскопии видят ли геморрой? Ну, обычно видят, но не всегда описывают. Если вы не видите его в описании, это не значит, что врач его не видел. Просто описания тоже у всех бывают разные. Если человек изначально обследуется, например, по поводу опухоли, ему, скорее всего, не будут описывать его геморроидальные узлы. А если человек проходит просто колоноскопию для того, чтобы убедиться, что все хорошо с кишечником, то, скорее всего, состояние геморроидальных узлов увидят. Но, опять-таки, состояние геморроидальных узлов тоже может быть разное даже в течение дня. Люди рассказывают, пациенты, о том, что, например, они чувствуют тяжесть в районе анального канала ближе к концу дня. А утром, пока они спят, находятся в таком положении лежа, там кровь не скапливается, и геморроидальных узлов, как таковых, они и не чувствуют. А к концу дня посидели, постояли, покушали, посидели в туалете, и вот, пожалуйста, там скопилась кровь, и вот и есть видимые увеличенные геморроидальные узлы, но только вечером. А если вы колоноскопию будете делать утро, может быть, их и не увидят, и подумают, что это все нормально. Так, скажите, пожалуйста, три года назад было удаление полипогеморроя трещины. Перед Новым годом случайно сдала анализ, кал на скрытую кровь, показал положительный ответ, что это онкология. Надо делать колоноскопию, и вы узнаете, онкология это или нет. Тупые давящие боли, отдающие в задний проход поясницу, вниз, живота, слева. По-женски все нормально. Может ли так отдавать онкология прямой кишки? Может. Может дивертикулит, может все, что угодно, может синдром раздраженной кишки просто так выглядеть. Наши врачи говорят обращаться к неврологу. Два месяца по больницам боль не проходит. Надо делать колоноскопию, и вы узнаете, онкология это или нет, или дивертикулит, либо действительно какие-то неврологические нарушения. В первую очередь надо исключить более серьезные вещи. Невролог вам скажет абсолютно то же самое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!